Оксан, а что касается министра Розенко? Вот сейчас фактически министр Розенко в паре с СБУ лишил уже 200 тысяч людей их справки переселился и связанными с этой справкой пособиями. Но и не только, еще и права определенные нарушаются. Там, ну, трудоустроиться нужна, например, справка, тогда только ты можешь в центре занятости рассчитывать на что-то, ну и так далее. Как вы это прокомментируете и, собственно, на что нацелена эта политика? Это же государственная политика? На что эта политика настроена? Я не хочу рисовать для себя ужасы, я вижу последствия этой политики. Это люди, оставшиеся без денег и без средств к выживанию. На что направлена эта политика? Пусть люди делают выводы сами. Если у вас нет денег и вы хотите экономить, скажите, у нас нет денег. Возьмите кредиты, я не знаю. Но рассказывать о том, что у нас нет денег, это тоже ложь. У нас вкладывают... Нет, они рассказывают, что мошенники. Мошенники, это направлено на борьбу с людьми, которые получают пенсию в Донецке и в Киеве, или там в Запорожье, направлено на людей, которые, работая в администрациях ДНРовских, РНРовских, тем не менее, имеют какие-то льготы на территории страны. Давайте так, в чем они мошенники? Даже работая в администрации ЛНР или ДНР, они остаются гражданами Украины. Как бы это было там ни печально, ни неприятно, ни противно, они граждане Украины и по Конституции они имеют право на выкладку. Если же они нарушают какие-то права, ну, а они нарушают, участвуя в террористических организациях... Ну, они закон нарушают, я думаю, что это... Да, мне здесь сложно сказать, я до сих пор не понимаю, ну, вернее, я понимаю, что ЛДНР у нас не признана террористической организацией, поэтому... На украинском уровне признаны, за границей нет. Можно узнать решение суда. Верховная Рада за это проголосовала? Нет, разве нет? Верховная... У нас четко не прописана процедура вызнания этих организаций террористическими, и решение прокуратуры это не есть законодательным актом, они должны утвердить его в суде, если я не ошибаюсь. В суде это... в суд никто не пошел, то есть это... это профанация. То есть тоже террористическими, это просто слова, а на самом деле... У нас они не признаны террористическими организациями, они у нас не признаны оккупированными территориями, хотя Верховная Рада приняла постанову о том, что некоторые территории Донецкой и Луганской областей признать временно оккупированными территориями. Вопросов сразу несколько. Первое. Постанова Верховной Рады это не тот документ, который имеет право вознавать эту территорию временно оккупированной. Это раз. Второе. Если мы возьмем закон по Крыму, там четко прописано временно оккупированная территория Российской Федерации. Покажите мне в постанове Верховной Раде, где написано, что эта территория оккупирована Российской Федерацией. С кем мы воюем? Мы воюем с пенсионерами, тогда это гражданская война. Или мы воюем с Россией и отстаиваем интересы наших граждан, тогда у нас война с Россией. Но у нас нету статуса. Вот те события, которые происходят, кроме того, что это АТО, статуса никакого нет.